приветствую вас на канале монах тв сегодня у нас обзор вот на такую домашнюю коптильню холодного копчения от компании хобби смог это наша российская компания я конечно основной и все уже распаковал но и оставил на сейчас вот эти коробки я даже не открывал здесь у нас шкаф для копчения объемом 90 литров загрузить можно в него 20 килограмм продукта собрать конечно его нужно будет самому потому что он был аккуратно все упакован и шкаф и вот эти коробки пришел почтой весил 12 чем-то килограмм так дальше такая вот коробка здесь у нас инструкция потом пощелкаем книга рецептов холодное копчение с дымогенератором хобби смог дальше все аккуратно запаковано пенопласт везде такой вот красивый компрессор ну и сам дымогенератор в комплекте также идут болты для крепления дымогенератора к шкафу и вот такая вот зажигалка даже в комплекте есть то есть полностью все готово к тому чтобы начать коптить продукты ну а здесь у нас должен быть по идее охладитель холодильник и это он есть слушайте но упаковано просто четко мне нравится везде стоит штамп у т.к. какая классная крышечка с ручкой это шланг на компрессор пока в сторону отложим его ой 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 это у нас щипа дымогенератор с такой вот крышкой сделан из нержавеющей стали холодильник у нас алюминиевый сейчас я по быстренькому соберу шкаф и продолжим холодильник с такой вот пробкой снизу чтобы сливать всякую гадость которая будет оседать в нем книга рецептов все подробно рассказано сколько что и как ну что собрал я шкаф для копчения собирал недолго минут 30 не больше и то это из-за того что постоянно звонили на телефон и у меня нет шуруповерта я скручивал все вручную здесь вот такие застежки так вот открывается шкаф размещаем перегородки на которые развешиваются наш продукт для копчения крючки тоже идут в комплекте дымогенератор отстегивается от платформы нажатием на эту педаль вот все легко и просто между холодильником и платформой дымогенератора стоит силиконовая прокладка соединяем их крепим холодильник говорить можно долго и много но нам нужно приступать капкатки этого чуда так что берем либо рыбу либо мясо либо сало подготавливаем и приступаем к холодному копчению ну и первым делом конечно же решил приготовить свою любимую рыбу это скумбрия которая до сих пор в консервах самое лучшее для меня даже после того как я попробовал осетрину так здесь у нас 10 штук их почти 4 килограмма она замороженная но это даже хорошо отрезаем голову и потрошим так как она еще не совсем оттаяла потрошить очень легко также удаляем черные пленки скумбрию хорошенько промыл под проточной водой все изнутри вымыл все чистенько можно было конечно засолить сухим способом там идет 100 грамм соли на килограмм рыбы но я залью вот таким вот маринадом на 1 литр воды 100 грамм соли и 5 грамм сахара на огне довел до полного растворения соли и сахара не кипятил дал потом остыть до комнатной температуры ну и заливаем нашу рыбу залил тремя литрами воды этого достаточно рыба вся погрузится в воду в рассол этот оставляем в холодильнике на 2-3 дня чтобы она хорошенько просолилась трое суток скумбрия наша мариновалась в холодильнике так дальше ее нужно хорошенько промокнуть бумажным полотенцем я ее кстати перед этим промыл под проточной водой так внутри тоже берем шпагат нам тут сильно заморачиваться не нужно просто привязываем за хвост ну и здесь тоже делаем петлю проделываем то же самое с остальной рыбой скумбрию развесил на сушилку для белья пускай так повисит ночь подвялится ну а завтра утром начнем коптить на ночь открою окно чтобы хорошенько проветрило комнату ночь скумбрия подвялилась теперь вот развесил ее в шкафу коптильном главное чтобы она не касалась друг друга все можно запускать засыпаем щипу включаем компрессор на полную мощность ну и поджигаем щипу вот здесь все уже дымок пошел отлично сейчас вот минут 20-30 на полной мощности нагоню дыма и потом убавлю немного и будем поддерживать такое задымление чтобы полный шкаф был в течение 8 часов принцип какой засыпается в дымогенератор щипа ну понятно включается компрессор который дует воздух и дым дым проходит через холодильник охладитель и проникает шкаф в охладителе 70 процентов всяких тяжелых смол оседает то есть дым на 70 процентов заходит в шкаф чище 8 часов копчения истекли вот такая вот красота я уже тут разобрал вот столько вот канцерогенов слил с охладителя все они не попали на нашу рыбу и это хорошо ну теперь нужно чтобы рыба немножко проветрилась часиков 6 поэтому прямо в этом шкафу оставляю ну а потом уже можно будет дегустировать ну тогда и цвет немножко разойдется наберет так сказать цвет ну и горечь лишнее уйдет вот такая вот красотища в итоге получилась провисела она ночь ну теперь уже можно и продегустировать вот так вот 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 запах вообще невозможно все не могу уже слюнь стекут ну что ж пора и попробовать нашу скумбрию ну не знаю если это все на вкус точно так же как и на вид красота класс обалденно вкусно даже нисколько не преувеличиваю скумбрия в очередной раз меня не подвела сейчас уже доем и скажу блин это нереально вкусно с коптильней в принципе никаких сложностей не было единственное для меня это то что я живу не в частном доме и в многоэтажках не выдержива двор с коптильней по-любому найдется какой-нибудь чудак чтоб позвонит и испортит тебе весь праздник в гараже у меня тоже электричества к сожалению нет пока поэтому коптил у брата за что ему и его семье огромное спасибо ну и здесь хочу сказать производителю если вы сделаете компрессор универсальный чтобы работал и от сети и от пауэрбанка например это просто цены не будет в вашей коптильне мы часто ездим на рыбалку на коп и поэтому так с собой взять и закоптить там 8-10 часов вообще не проблема то есть мы там проводим весь день бывает и больше я конечно понимаю что можно с алика купить компрессор но если будет универсальный у вас то говорю там просто отбоя не будет коптильной руки тянутся опять за рыбой такой аромат идет с легкой копчинкой такой в общем коптильня мне понравилась кому интересно ссылка будет в описании я все-таки еще одну съем не могу удержаться это просто бомба так ладно тормознусь приготовим картошку и тогда уже все сядем и позавтракаем ну а вы подписывайтесь на канал кто еще не подписан оставляйте свои комментарии я их все читаю будет много всего интересного также подписывайтесь на мою страничку в инстаграме там частенько бывают анонсы фотографии ну вот с рыбалки с автоклаумом с коптильней теперь с ножами с сэр и так далее всем приятного аппетита пока а